Лед, мороз и скорость. Вот что нужно для настоящего праздника. Попробовать себя в автогонках на льду мог практически каждый желающий. Простая русская копейка имела ничуть не меньше шансов на успех, чем суровый немец или заряженный японец. Только настоящие асы вождения не теряли управления на такой дороге. Азартные соревнования собрали 19 участников из Айхала и Удачного. В 8 утра сегодня встали, машину подготовили и сразу сюда приехали на регистрацию. Людей не отпугивает ни погода, ни снег, ни ветер. Людям интересно, первый раз такое. Прийти, поучаствовать, других подтянуть потом на следующий раз, чтобы каждый год так участвовали. Снег, подгоняемый ветром, врезался в лобовые стекла автомобилей, усложняя прохождение без того непростой трассы. Кто-то возвращался на финиш быстро, кто-то исчезал в бескрайнем горизонте. Соревнования провели по нескольким классам. Протяженность трассы для всех автомобилей составила 2 километра 400 метров. Внедорожники проходят с элементами пересеченной местности на берегу. Тоже трасса составляет протяженность 2400 метров. У нас есть ограничения по лимиту времени. Лимит времени легкой машины 11 минут. У полноприводных машин 17 минут. Высокая скорость и ледяная пыль из-под колес. Несмотря на плохую погоду, зрители пристально наблюдали за виражами на заснеженных петлях реки Соксолох. Автомобильные гонки, возможно, в будущем станут традиционной забавой айхальцев на льду. Я в будущем тоже хочу поучаствовать. Ребята молодцы. Болеют. Держатся, да. За друг друга болеют. Нравится, очень нравится. Машины все хорошие. Инициатором автогонок на льду выступила местная администрация. Идею поддержали Федерация авто и мотоспорта Мирницкого района и автоклуб «Медведь». Гонки на льду дали старт в Году молодежи в айхале. Ребята все как-то с желанием выступают. Говорят, что да, развиваться надо. Свой клуб организовывать надо. И в дальнейшем добро пожаловать вместе с удачницами, вся северная площадочка к нам на наши мероприятия, которые будут проводиться в мирном. Некоторых гонщиков доставали из сугробов и возвращали обратно на трассу. Однако, несмотря на трудности, к финишу пришли все. Призеры первой автомобильной гонки были награждены дипломами, кубками и ценными призами. Победители в каждом классе увезли с собой бочку бензина и подарочный сертификат на техническое обслуживание автомобиля. Вручили призы и за единую форму одежды, за волю к победе и за самый оригинально оформленный автомобиль. Оксана Мезенцева, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».